Снимаешь уже? Здравствуйте, надеюсь, что это интервью поможет развеять негативные отношения к торговцам людьми. Например, я очень милое и дружелюбное существо. Ну а по поводу клетки? Дело в том, что мой товар несколько раз больше меня, и я вынужден прибегать к некоторым защитным мерам. Вы понимаете, что торговля людьми противозаконна? Вы не боитесь уголовной ответственности? Нет, не боюсь. Да, Конституция нашей страны предусматривает уголовное наказание за торговлю людьми, но, опять же, для людей, а не для хомячков. Поэтому я использую несовершенство законодательной базы, просто зарабатываю деньги. Понятно. Вы очень удобно устроились. Я ожидал, что в таком маленьком туловище может поместиться такой недюжий интеллект. А я еще и спортом занимаюсь уже. Расскажите, пожалуйста, общую механику торговли людьми. Откуда поступает товар? Кто покупатель? Все свои секреты я вам, конечно, не открою, но механика довольно проста. Люди, то есть товар, поступают ко мне чаще всего от родственников. И, конечно же, БУ. То есть ненужные своим партнерам мужья или жены, старые бабушки и дедушки. Я их покупаю по низкой цене, чтобы потом продать подороже. Но покупают людей в основном богатые прожигатели жизни для развлечений, либо исследовательские лаборатории для опыта. И не надо меня обвинять в цинизме. Я всего лишь зарабатываю деньги. Понятно. Ну а цены? По-божески, по-божески. Скупаю товары выселения за 50 условных единиц, продаю частным лицам за 500, лабораториям за 1000. Приблизительно так. А как вы вообще стали заниматься столь необычным бизнесом? Всего три причины. Жажда жрачки, жажда денег, жажда власти. Ну, вы понимаете. Было лишних 50 баксов, зашел лазейку в законодательстве и понеслась. Расскажите какой-нибудь забавный случай из вашей практики. О, таких случаев было великое множество. Вот однажды ко мне подошла женщина и, показывая на меня пальцем, спросила моего товара, сколько стоит этот хомячок. Вы представляете? Я на нее глянул так злобно и запел. Почеши мне пузо, крошка. Большое вам спасибо, что вы согласились принять участие в нашем интервью и столь подробно обещали на наши вопросы. Ну, а у нас еще в будущем интервью с одним из джедаев и Игорем Тальковым. Как умер. Редактор субтитров А.Семкин